Приветствую вас на канале правильный выбор, в этом видео я расскажу о 7 лучших телевизорах Samsung. На первом месте разместился, пожалуй, лучший телевизор по соотношению цены и качества в моем рейтинге. Речь идет о 55-дюймовой модели серии CU8500, стоимостью от 70 тысяч рублей, которая обзавелась экраном с разрешением 4К, частотой обновления 60 Гц и матрицей VA. Эта матрица мне нравится тем, что она за счет высокой контрастности делает картинку более насыщенной и четкой, особенно в темных сценах. А еще ее можно назвать энергоэффективной, так как она использует меньше подсветки, чем другие матрицы. Но есть у VA и определенные минусы, например, она не может похвастаться широкими углами обзора, поэтому смотреть телевизор под углом становится не слишком комфортно. Кроме того, у нее низкая скорость отклика, так что при быстрых сменах кадров на экране могут появиться размытия и артефакты. Также отмечу, что телек поддерживает следующие форматы HDR. HDR10, HDR10+, и HLG. А что же такое этот ваш HDR? Если коротко, то это технология, которая делает картинку более реалистичной, насыщенной и детализированной. Различные форматы HDR призваны еще больше улучшить качество изображения. Телевизор, помимо всего прочего, оснащен двумя динамиками общей мощностью 20 Вт. Есть поддержка технологии Dolby Digital Plus, которая улучшает качество звука. Данная модель, как и все остальные в моем рейтинге, работает на операционной системе Tizen. Это действительно хорошая ось с достаточно большим функционалом, удобным интерфейсом и множеством разнообразных приложений. Она также отличается толковой оптимизацией и шустрой работой, хоть и не во всех моделях. В Tizen мне особенно нравится функция транслирования контента со смартфона на телевизор, реализованная крайне просто. В конце коротко пройдусь по минусам телека. Недостатков у него не так уж и много, один из них – заметные засветы по краям дисплея. Еще одним минусом является не самое удачное расположение разъемов, а некоторые владельцы жалуются, что телевизор у них местами тормозит. Не забудь, что все ссылки я кладу в описании к видео, поэтому загляни туда сразу же, как только найдешь ту самую модель. Тем более, что там тебя уже ждет приятный бонус в виде промокода. На втором месте в моем топе разместился телевизор серии S95C, который можно приобрести примерно за 260 тысяч рублей. Согласен, покупка не из самых дешевых. Стоит ли эта модель своих денег? Давай выясним. Производитель поставил сюда 65-дюймовый экран с разрешением 4К, максимальной частотой обновления 144 Гц и OLED-матрицей. Эта матрица мне нравится тем, что она обеспечивает еще более глубокий цвет, чем VA, а также прекрасную контрастность. Кроме того, у OLED более широкие углы обзора, чем у VA, а потому просмотр под углом становится комфортнее. Еще одним плюсом такой матрицы является ее низкое энергопотребление, которое даже ниже, чем у той же VA. При этом отмечу, что OLED-телевизоры зачастую стоят значительно дороже. А что тут по HDR? Сюда завезли поддержку всего двух форматов HDR10+, и HLG. Тем не менее, за качество картинки, особенно темных сцен, переживать точно не нужно. Что же касается звука, то его общая мощность в данной модели составляет аж 70 Вт. Звук здесь действительно мощный, и к тому же имеется поддержка не только технологии Dolby Digital Plus, о которой я упомянул выше, но и Dolby Atmos, которая предлагает более объемное звучание. В общем, со звуком у телека полный порядок. Единственный по-настоящему ощутимый недостаток этой модели заключается в ее высокой стоимости, так как далеко не каждый захочет покупать телевизор за такие деньги, даже если он реально крутой. В остальном же о каких-то серьезных минусах сказать ничего не могу. Не забудь подписаться на канал Правильный Выбор. Свежие подборки самых интересных товаров выходят здесь регулярно, а еще поддержи меня лайком и душевным комментарием. На третьем месте в моем рейтинге оказался один из лучших бюджетных телевизоров Samsung. 43-дюймовая модель серии Q60B с VA-дисплеем, разрешением 4К и частотой обновления 60 Гц. Этот телек можно приобрести приблизительно за 47 тысяч. Он демонстрирует действительно хорошее качество изображения и включает в себя поддержку таких форматов HDR, как HDR10, HDR10+, и HLG. Кроме того, корейцы завезли сюда технологию Quantum HDR, которая, если выражаться простыми словами, делает изображение на телевизоре более ярким, четким и реалистичным. Она позволяет видеть все цвета, которые есть в реальном мире и не терять детали в темных и светлых областях. Она также подстраивается под разные контенты освещения, чтобы дать лучший эффект. Отмечу, что далеко не в каждый телевизор за такие деньги внедряют подобные решения. А что по звуку? Телек оснащен двумя динамиками общей мощностью 20 Вт. Также реализована поддержка Dolby Digital Plus, поэтому качество звучания находится на достаточно хорошем уровне. Теперь быстро пробегусь по минусам. Во-первых, очень не понравилось расположение разъемов, все они находятся сзади, что крайне неудобно. А во-вторых, к сожалению, есть заметные засветы. На четвертом месте в моей подборке очутился еще один не очень дешевый телевизор, стоимость которого начинается от 190 тысяч рублей. Речь идет о 75-дюймовой модели серии Q80B. Этот телек может похвастаться дисплеем с VA-матрицей, разрешением 4К и частотой обновления 120 Гц. Помимо многократно упомянутых форматов HDR10+, и HLG, здесь также поддерживается технология Quantum HDR12X, которая от обычной Quantum HDR отличается тем, что обозначает пиковую яркость изображения. Звук у данной модели действительно громкий и качественный, так как его общая мощность составляет 60 Вт. Также хочу отметить поддержку не только технологии Dolby Digital Plus, но и Dolby 5.1 Decoder, вместе с Object Tracking Sound Plus, обеспечивающими действительно толковое и объемное звучание. Среди минусов телевизора ничего конкретно выделить пока не могу, но обязательно упомяну, что некоторые владельцы жалуются на брак. На пятое место в моем топе взлетела 65-дюймовая модель серии Q60C, с VA-экраном, разрешением 4К и частотой обновления 60 Гц. Приобрести такой телевизор можно приблизительно за 74 тысячи рублей. Корейцы завезли сюда поддержку таких форматов HDR, как HDR10, HDR10+, и HLG, уже упоминавшихся ранее. Кроме того, есть поддержка технологии Quantum HDR, что тоже не может не радовать. Мощность звука, конечно же, не впечатляет, так как она составляет всего 20 Вт. Тем не менее, про качество звучания ничего плохого сказать не могу, к тому же есть поддержка Dolby Digital Plus, что уже хорошо. Телевизор выглядит и звучит достойно, а среди его наиболее заметных недостатков я ничего конкретного выделить не могу, разве что производитель мог поставить сюда более мощные динамики. Все-таки модель не 40 тысяч стоит и даже не 50. На предпоследнее место я поставил 50-дюймовый 4К-телевизор серии CU8000, который получил VA-матрицу и частоту обновления 60 Гц. Также отмечу, что здесь реализована поддержка таких форматов HDR, как HDR10, HDR10+, и HLG, а потому с качеством изображения полный порядок. Данная модель включает в себя два динамика общей мощностью 20 Вт. Так что я не могу сказать, что звук тут отличный. Тем не менее, звучит телек неплохо, к тому же сюда завезли Dolby Digital Plus, что радует. Еще производитель заявляет, что реализовал поддержку технологии объемного звучания. Какие недостатки есть у этого телевизора? Например, я столкнулся с заметными засветами. Еще мне не понравилось, что голосовое управление устройством доступно только на английском языке. Наверное, Samsung таким образом стимулирует людей учить английский, что похвально, но в плане удобства это серьезный минус. Приобрести такой телек можно примерно за 55 тысяч рублей. А на последнем месте в моем рейтинге закрепился самый дешевый телевизор из перечисленных с около 40 тысяч. 43-дюймовая модель серии CU7100 с 4К дисплеем, матрицей VA и частотой обновления 60 Гц. Отмечу поддержку следующих форматов HDR. HDR10, HDR10+, и HLG. По моим ощущениям, картинка действительно выглядит симпатично для телека за такие деньги. Конечно, детализация и цветопередача не впечатляют и не дотягивают до более дорогих моделей, но большинство пользователей все устраивает. А что по звуку? Ничего сверхъестественного, можно сказать, что это стандартные два динамика мощностью 10 Вт каждый с поддержкой технологии Dolby Digital Plus. Звучит телевизор неплохо, но для действительно мощного, детализированного и объемного звучания нужно будет докупать толковый саундбар. Ничего плохого про данную модель я сказать не могу, если речь идет о минусах, но засветы иногда все же напрягают. На этом все, не забудь подписаться на канал Правильный Выбор. Поддержи меня лайком и комментарием, загляни в описание, чтобы найти ссылки на все модели из ролика. Там же есть приятный бонус в виде промо-кода. А сейчас я с тобой прощаюсь, встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok